Сегодня утром глава Чувашии собрал оперативное совещание в Доме правительства. В сложившихся экономических условиях, когда валютный рынок лихорадит, когда растут банковские ставки, важно принять грамотные управленческие решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Жители республики должны вовремя получать информацию о состоянии потребительского рынка. Как и почему растут цены на продукты? Есть ли запас лекарств в аптеках? Вовремя ли выдадут зарплату бюджетникам? Социальная сфера должна быть защищена, какой бы ажиотаж вокруг не наблюдался, подчеркнуло в заседании Михаил Игнатьев. Мы должны, конечно, выработать алгоритм действий, единство действий в органах власти совместно с муниципальными образованиями, совместно с банковской сферой. Должны принять все меры для того, чтобы посредники, спекулянты не наживались на вот этой ситуации, на проблемной ситуации. Все еще помнят кризис 2008 года, когда пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. У организаций имеется подошву безопасности. Я говорю, что они научились в живой ситуации. Предприятия перекредитовываются сегодня. Понятно, что правительство Российской Федерации ищет решение. Вот мы видим, я надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня будут приняты какие-то кардинальные решения по дестабилизации ситуации. Мы вместе с банковским сообществом принимаем решение, как сохранить стабильную ситуацию. Что касается цен на продовольствие, то здесь особой паники быть не должно, считает министр. Сегодня мы от импортных продуктов зависим порядка 7-8%. Основное все это отечественное производство. Это как от территории Чувашской Республики, так и с соседних субъектов Российской Федерации. Поэтому сегодня на полках существует вся номерклатура продукции. Сегодня не нужно пользоваться случаем, хочу тоже обратиться к жителям. Не нужно создавать никакого ажиотажного спроса. Никакой продукции не пропадет с полков, независимо от такой ситуации. Цена не будет колебаться. Я надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня у нас ситуация будет понятна. В первом квартале ситуация уже выровняется по ценам. Важное направление работы правительства – своевременное обеспечение населения лекарствами первой необходимости и по доступным ценам. Как заверила вице-премьер министра здравоохранения Алла Самойлова, запасы на аптечных складах есть. Льготники могут не опасаться. Минздрав России готовит перечень лекарств, на которые цена будет фиксирована. В совещании участвовал и управляющий отделением Сбербанка в Чувашии Юрий Бычковский. Мы кредитуем предприятия. У нас, скажем там, видимого изменения в обслуживании клиентов сейчас происходит. У нас внутренняя донастройка идет всех механизмов предоставления кредитов. Но в целом по уже одобренным линиям мы кредитовать предприятия будем. Что касается всех новых проектов, будем внимательно смотреть. Более тщательный подход для Ютуббанка. Что касается физических лиц, Сбербанк не останавливает, я не знаю, что за слухи тут идут, не останавливает кредитование и обслуживание физических лиц, как расчет на кассу, обслуживание валютно-обменной операции. Здесь никаких проблем мы не видим, ликвидности у нас достаточно, в том числе, если нужны валютные ликвидности, то есть вопросов нет. Министр финансов республики Светлана Янилина уверена, что срывов в исполнении бюджета не будет. Мы понимаем сегодня, некие опасения существуют, но абсолютно не нужно этого пугаться и считать, что какие-то обязательства не будут выполнены республикой. Сегодняшний день у нас в плановом режиме идет исполнение бюджета, и, соответственно, все публичные обязательства республика выполнят. И никаких сыров в исполнении бюджета мы сегодня не видим. То есть можно сказать, что никаких задержек с выплаты заработной платы сотрудникам бюджетной сферы не будет? Нет, сегодня этой угрозы нет, и, соответственно, мы считаем, что она и не будет, и, соответственно, современно у нас все свои обязательства выполнены. Ситуация в экономике непростая. Это осознает любой здравомыслящий человек. Но ежедневный контроль правительства за ключевыми позициями на рынке позволит вовремя снимать риски и принимать взвешенные решения. Обязательства по государственным программам будут выполнены. Начатые объекты достроены.